Всем привет! Меня зовут Василий Пермитин, я член сборной команды России по лёгкой атлетике и спортивный координатор школы бега и лавранинг. Сегодня я расскажу вам о том, как определить свой максимальный пульс. Свой максимальный пульс вам необходимо знать для того, чтобы грамотно рассчитать свои пульсовые зоны. А уже используя эти пульсовые зоны, вы без труда сможете построить грамотный тренировочный план. Существует масса способов для определения максимального пульса. От очень затратных, но наиболее точных, так и вообще не затратных, но точность которых оставляет желать лучшего. Я расскажу о трёх наиболее популярных. Первый способ, самый затратный и самый точный, это функциональное тестирование в специализированной спортивной клинике или лаборатории. Благодаря этому тесту вы сможете узнать и ваш максимальный пульс, и ваши персональные пульсовые зоны, а также максимальное потребление кислорода, порог анаэробного обмена, а и многие другие показатели, которые помогут вам построить грамотный тренировочный план. Второй способ, не менее затратный, но более мобильный, это приобретение качественного спортивного бегового гаджета, такого, например, как Garmin или Polar. Во время тренировок он автоматически подсчитает ваш максимальный пульс и на основе этого высчитает ваши персональные пульсовые зоны. Также приятным бонусом является то, что вы сможете оставить этот гаджет у себя навсегда и оперативно мониторить все изменения пульса, которые придут с ростом вашей тренированности. Ну и третий способ, самый не затратный, но и самый неточный, это формула для подсчета вашего максимального пульса, в которую нужно подставить ваш возраст. И благодаря этому можно высчитать приблизительное значение вашего максимального пульса. Теперь вы знаете ваш максимальный пульс и тренируетесь в правильных пульсовых зонах. Подписывайтесь на наш канал и приходите тренироваться в школу правильного бега I Love Running. Продолжение следует...